Добрый вечер Я хочу приветствовать вас сегодня в нашем городе юмора Вы все сегодня являетесь его гостями Что это за город? Это город, в котором живут люди, которые любят шутить и умеют понимать шутки Потому что юмор дает возможность человеку посмотреть на себя как бы со стороны А ведь это очень важно Кстати, если кто-то из вас, дорогие гости, хочет увидеть себя со стороны Мы вам можем предоставить такую возможность В нашем городе работает фотограф, который готов сделать для вас памятную фотографию Но с одним условием Вы должны сфотографироваться в костюме одного из литературных героев Имеющих отношение к сатире или юмору Я всю жизнь мечтал хоть одну секунду, хоть мгновение побыть в образе Дон Кихот Мне даже говорили, что у меня что-то есть общее Общее с этим персонажем Ну, видимо, фигура Но вот так вот чего-то не хватает Я сейчас попробую Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теперь всего хватает Но теперь, вы знаете, мне кого-то не хватает Мне не хватает Санчо Панци Давайте сейчас, давайте поищем Давайте вы, а? Вот вы Да! Идите сюда Идите сюда Сейчас вас... А санчо Панци Должен быть такой человек Не очень высокого роста Среднего роста Прям так Такой С добрым и лукавым Немножко выражением лица Так Так-так-так-так-так-так-так А шляпу? А шляпу? Боже, самое главное Мне кажется, все нормально Ну вот, начало положено Я вхожу в город юмора ранним утром Как некогда Остап Бендер входил в город Черноморск Навстречу мне идут люди Они идут на работу, но все улыбаются Это потому, что они вспоминают то, что видели во сне А в нашем городе даже сны Носят только юмористический характер Причем самое смешное В них случается под утро Артистка Лен-концерта Диана Шагаева Композитор Александр Журбин Слова Владимира Шленского Добрые слоны Кто сказал, что неуклюжи Добрые слоны Ведь они людей не хуже Танцевать должны Присмотритесь, присмотритесь Как танцует слон Научитесь, научитесь Двигаться, как он Музыка взлетела Топ-топ-топ-топ влево Музыка взлетела Топ-топ-топ-топ вправо Музыка взлетела Вправо, влево, вправо Я кричу им браво Я кричу им браво Каждый слон имеет чуткий музыкальный слух Он поймет все ваши шутки К юмору не глух Он поймет добро и ласку Ведь слоны умны К нам пришли они К нам пришли они Сказки Добрые слоны Музыка взлетела Музыка взлетела Топ-топ-топ-топ вправо Музыка взлетела, право, влево, право, Я кричу им, браво, я кричу им, браво, я кричу им, браво, 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 браво. Это фотография нашей прошлой передачи. Отдал все царство за коня, остались ласты у меня. Юрий Павлович Коршунов, город Сочи. Скифтиандр, 86, и еще лучше, воднополовец. Николай Дмитриевич Рыжков, из Севастополя. Как ныне сбирается вещий Олег, свершить на морские глубины набег. Валентина Герт, из Целиноградской области. Надежда Оладьина, из города Климовска, прислала нам 60 подписей. 60, из которых я демонстрирую вам две. Сухоплавающий и опростохвостился. Людей в деревне нет у нас, и я пастух и водолаз. В.Н. Светайло, из Октюбинска. Эту фотографию нам прислал товарищ Лоповок. Присылайте нам свои остроумные подписи по почте, на открытках. Еще раз напомню наш адрес. 127.00, Москва, улица Академика Королева, 12, центральное телевидение, вокруг смеха, конкурс, фотоателье, что бы это значило. Как прекрасны жители города, юноши и девушки, мужчины и женщины, люди пожилого возраста, обоего пола. Что же они все юмористы? Да. И поэтому время от времени я вижу в нашем городе нечто странное. Ну, скажем, я вижу, как старичок в коротеньких штанишках бежит по аллее и гонит перед собой обруч. А маленький мальчик, наоборот, в костюме, в очках, при галстуке, кряхтя, выходит из подъезда и к нему подкатывает его персональный трехколесный велосипед. Ну что ж, что же делать? Это город юмора. У нас все наоборот. А ведь юмор – это всегда какое-то, знаете, смещение. Юмор – это всегда парадокс. И вот сейчас я хочу подойти к прилавку, на котором разложены всякие, знаете, парадоксы. Это экспонаты из музея клуба «12 стульев». Это такая у нас сейчас выставка-продажа на улицах города. Главный хранитель этого музея – сотрудник клуба «12 стульев» – журналист Владимир Волин. Владимир Райбертович, что новенького? Я смотрю, кое-что есть. Да, новые экспонаты. Выставка-продажа работает у нас довольно бойко, это понятно. Вот такое изделие продавалось в магазине «Детский мир» в городе Шауляй, Литовской ССР, под названием «Лисица». Почему? Почему это именно «Лисица», а не «Заяц», не «Медведь», не «Крокодил» или не «Чудовище Несси» из шотландского озера Лохнесс, понять совершенно невозможно. Или вот гуталин черный. Тут так и написано, паста для чистки кожаной обуви, черная, изготовленная латбетхимом. Приподнимаем ее, на крышке написано «Предназначается для освежения и дезинфекции кожи лица, шеи, рук». А это? А это молочник детский, изделие Лобнинской фабрики пластмассовых игрушек. Как видите, здесь и носик, и ручка находятся с одной стороны. Причем это не я ее повернул, а это накрепко так сделано. Ну, очевидно, когда будет наливаться горячее молоко, значит, оно будет попадать прямо назад. А это вот карнавальная маска. Ну, как видно, это Баба Яга, по-видимому. Во всяком случае, что-то в этом роде. Поворачиваем, тут написано «Туфли балетные мужские». Имеется у нас на стенде целый раздел отечественной художественной литературы. Здесь много произведений классики. Горький и Пушкин, Гоголь и Лермонтов, Алексей Толсой, Александр Грин. Правда, книг, как видите, здесь нету. Но зато есть некоторые заменители. Ну, например, «Конфеты», «Тарас Бульба». Можно читать, значит, вместо книги. Или вот в Грузии выпускается такой «Мцири», «Шампунь витаминизированный», предназначается для мытья волос любой жесткости. Ну и раз уже речь зашла о литературе, то хотелось бы показать еще одну открыточку. Это выпускает издательство «Планета», такую серию русских писателей. Вот это Гоголь Николай Васильевич, как сказано на обороте. Поворачиваем, здесь не только Гоголь, здесь половинка Лермонтова и четвертушка Пушкина. А это из ЗАГСа. Выяснилось, что некоторые процессы не требуют для своего осуществления такого большого времени, как нам раньше казалось. Вот, например, регистрация рождения 20-25 минут, установление отцовства и усыновление 40-50 минут. Ну, после этого, естественно, что расторжение брака всего 20-30 минут. Если вы помните, в одной из прошлых передач «Вокруг смеха» мы показывали этикетку от мятных конфет, мятной карамели, производства Казалинского кирпичного завода в Казахстане. Так вот, выяснилось, что этот завод выпускает не только конфеты и кирпичи, это вообще предприятие широкого профиля. Потому что нам прислали с этого же, значит, завода, изготовление этого же завода вот такую этикетку, на которой написано, опять же, Казалинский кирпичный завод «Трусы мужские». АПЛОДИСМЕНТЫ Но и это не предел кирпичной трусы, потому что другая этикетка, где тоже написано «Трусы мужские», изготовляется на джеттегаринском каменном карьере. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте вспомним, у кого были очень честные глаза и к тому же медальный профиль. А, правильно, правильно, Остап Бендер. Пока я стоял вот около нашей витрины, я присмотрел, присмотрел человека. Давайте вот вы, Остап Ибрагимович. А, не узнаете себя? Пройдите, пожалуйста, в наших подразделиях. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Не бойтесь, жениться на мадам Грицацуевой не придется. Не придется. Но, к сожалению, белые командорские брюки мы тоже вам предоставить не можем. Их Паниковский сдал в химчистку еще при жизни Ильфа и Петрова. А? А мой вот. Здесь у нас в городе юмора с чересчур важного сходит спесь, а робкий распрямляет спину и обретает достоинство. Вот сейчас рядом со мной сидит киевский писатель-сатирик Андрей Крыжановский. Вообще, мне в нашем городе юмора поручили создать такой общественный совет. И я хочу к вам обратиться. Андрей Степанович, какую область вы в нашем совете хотели бы разрабатывать? Чем бы вы хотели заниматься? Вы понимаете, Александр Александрович, я думаю... Здесь можно думать? Да. Спасибо. Я думаю, что я специалист по культурным развлечениям. Ну, это прекрасно. Это прекрасно по развлечениям. Но только меня смущает, что вы немножко человек такой очень... Такой серьезный, если не сказать суровый, с виду. Это ничего? Это ничего. Знаете, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Нужно серьезно. Хорошо. Но тогда скажите, над чем смеетесь лично вы? Лично я смеюсь только над собой. Это завещал нам Гоголь, и нужно следовать его совету. Ну, пожалуйста. Дякую. Микрофон вас ждет. Несколько фраз с улиц нашего города. Между руководителем и подчиненными установились сердечно-инфарктные отношения. Утонул в дипломатических каналах. Совесть заговорила в нем нахальным голосом. Из характеристики. Скромный умом. Меня обвинили в интимных отношениях с балериной Икс. К моему глубокому сожалению, анонимка не подтвердилась. Добро торжествует. Зло действует. Каменный гост. Поэтесса пустила слезу десятитысячным тиражом. Концерт для скрепки с реестром. Из газеты нашего города небольшой информационный взрыв. Несколько информаций. На уровне мировых стандартов. Коллектив 13-й швейной фабрики шил костюм, Который не уступает лучшим образцам коллекции Кардена. Директор фабрики сердечно поблагодарил за прекрасный подарок на свой день рождения. Творческое горение. В порыве раскаяния писатель Икс сжег рукопись своего романа, Который вышел в свет стотысячным тиражом. В мире животных. Стая обезьян поцарапала смотрителя зоопарка. Тот выносил из клетки мешок с бананами. Разумным животным строго указано. Прогноз погоды. Дивлюсь я на небо, та и думку гадаю. Объявление. Снимем квартиру, джинсы, андаторовую шапку. Три холостяка. Вокальная группа «Сюрприз». Песенка «Доктор Ватсон». Доктор утром делает зарядку. Выпивает чаю с молоком. Пациентом строго по порядку. Бьет коленки черным молотком. А на Бейкер-Стрит ведет дознание. Мистер Холмс не ест, не пьет, не спит. Вновь получит доктор спецзадание. Доктор Ватсон. Довольно немыслимых затей. Доктор Ватсон. Пора бы стать мудрее. Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Зачем огорчать миссис Хатсон? Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Черным ходом дом он покидает. Вместе с ним ученый Фокстерер. А на Бейкер-Стрит играет гаммы. И мешает в губах реактив. Мистер Холмс, который самый главный. Лондонский любитель детектив. Доктор Ватсон. Довольно немыслимых затей. Доктор Ватсон. Пора бы стать мудрее. Доктор Ватсон. Зачем огорчать миссис Хатсон? Доктор Ватсон. Крочуйте людей. Доктор Ватсон. Довольно немыслимых затей. Доктор Ватсон. Пора бы стать мудрее. Доктор Ватсон. Зачем огорчать миссис Хатсон? Доктор Ватсон. Крочуйте людей. Собственно, город юмора – это город-курорт. Люди, страдающие общей мрачностью, местной угрюмостью, хронической неулыбчивостью, обязательно должны приехать и подышать его целебным воздухом. Воздухом, настоянным на юморе Гоголя и Свифта, Гашика и Чехова, Зощенко и Булгакова. На улицах города, нашего города, вы вживую столкнетесь с их персонажами, познакомитесь с ними, изучите, и это очень поможет вам, когда вы вернетесь к себе домой. Вот мне кажется, что я вижу человека, похожего на бравого солдата Швейка. Да, вы, да, будьте добры. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вы... Вы в армии служили, нет? Да. Да? Было. Ну, что, что-то... Покор. Как вы думаете, есть ли у вас что-то общее со Швейком? Ну, учтите, любовь к пиву не считается. Есть или нет? Вот. Вот. Ну, что? Вот. Ну, вот точно. Все хорошо. Вот там вот сидит человек, кого это он мне напоминает? Не обломав ли? Ну, впрочем, спрашивать у самого Ильи Ильича об этом бесполезно. Не ответит. Потому что отвечать на вопросы – это уже работа. А бывает, на улицах нашего города идет такой маленький-маленький, но надутый, такой гордый, как будто он выше всех. А это кто? Это Лилипут из книги Досточтивого Свифта. Бывает и так. Вам же, дорогие наши гости, в нашем городе ничего не грозит, потому что у нас в нашем городе даже самые отрицательные персонажи носят чисто литературный характер. И вот сейчас я хочу вас познакомить с одним из таких героев. Зовут его Михрютка. Правда, он не стал еще нарицательным героем. Но его автор, писатель Андрей Кучаев, давно и с завидным упорством пишет произведение, где главным героем являются Михрютка и его дядя. Известно, что мадам Бавари – это я. И вот, Андрей Леонидович, я хочу вас спросить. Я ведь вашего Михрютку знаю довольно давно. И должен вам сказать, что тип он довольно несимпатичный. И его дядя тоже. И что же получается, что это вы? Конечно, мне было бы приятно сказать о себе, мадам Бавари – это я. Но приходится сказать, что я – это дядя племянник, Михрютка. В общем, малопривлекательные персонажи. Однако я не забываю о фразе Чехова. Чехов сказал, что он всю жизнь выдавливал себя по капле раба. Вот я выдавливаю своих персонажей по капле всю жизнь, и по капле собираются из них вот такие сборники. Позвольте я познакомлю вас. «Заходи, племяш, гостем будешь», – сказал дядя и пропустил племянник в помещение. Племянник снял плащ, повесил его на крючок и заулыбался. «Не улыбайся, дело есть», – сказал дядя. «Будем кроссворд с тобой разгадывать». Вот тебе первое слово. «Композитор из шести букв». «Чайковский», – сказал племянник. «Молодец», – сказал дядя. И стал вписывать слово в фигуру кроссворда. «Не лезет», – сказал он через короткое время. «Четыре буквы не помещаются». «Ну да», – встревожил племянник. «Верно, отгадан. Может, у них опечатка?» «Думаешь?» «А если какого-то другого попробовать?» «Кого это вскинул, племянник?» «Ну-ну, молчу». Дядя пририсовал четыре клетки и пристроил слово. «Вот те слова, химический элемент. «Вода». «Ч» – первая буква, у нас «Чайковский» был. «Чай». «Молодец», – дядя стал писать. «Ну и башка у тебя?» «Мало» – слово. «Опечатка» – отрубил племянник. «Дядя взялся за резинку и стал стирать клетки». «Чё там дальше?» «Возвышенность» – много букв. «Эльбрус» – молодец, не подходит. «Опечатка» – думаешь, а то как? «Ух, жарко, чё там дальше?» «Просветить плегуманист 17 века». «Как просветитель и гуманист». Племянник молча встал, оделся, и дверь за ним с треском захлопнулась. «Рассказ называется «Мозговая косточка». На кухне в новой только что отстроенной квартире обедали два товарища – дядя и племянник. Обедок состоял из бараньих щей и клюквенного морса. Друзья и родственники съели уже по пять тарелок щей и опланили жбан с морсом. Дядя, притомившись от еды, отдыхал, погруженный в глубокое раздумье. Племянник трудился над осколком бедренной кости барана. Он отшлифовал кость так, что хоть сейчас на рукоятку трости, однако внутрь ещё не проник. «Мозговая», – сказал племянник, заглядывая одним глазом кость, как под взорную трубу. «Сейчас мы её, момент. Самый сок теперь остался», – согласился дядя, не прерывая раздумий. «Сейчас мы от тэда мозгу-то вытянем». Племяш сунул кость в рот на манер курительной трубки и втянул со свистом воздух через кость. «Тяни, тяни», – поощрил дядя, не прерывая раздумий. «В мозгу-то фосфор содержится». «Сейчас мы её вытряхнем, момент». Племяш, примериваясь, потюкал костью о крае тарелки. «Сейчас мы её от тэда выбьем». И он грохнул острым краем кости изо всех сил по дну тарелки. Тарелка разлетелась в дребезги. Один осколок озарапал дядя макушку. «Во даёт», – сказал дядя, почетав макушку спичкой, не прерывая раздумий. «Однако тарелки делает, а?» «Ну, сейчас мы её размозжим, момент». Племяш положил кость на пол и шарахнул по ней тяжёлым молотком. Скользкая кость выстрелила из-под молотка дяди в ногу. А молоток переломился. Одна пленка осталась в руках племянника, другая провалилась в дырку в полу. «Вот шальной», – сказал дядя, поморщится, почесав ногу спичкой. «Однако молотки делает, а? А полы?» «Но сейчас мы её выпотрошим, момент». Племяш острым краем кости грохнул изо всех сил по стене. Стена рухнула. И племянник с дядей оказались на улице, прямо на мостовой. «Вот завёлся», – сказал дядя, не прерывая раздумий. «Однако стены кладут нынче, а?» «Но уж сейчас мы её в момент расплющим», – сказал племянник и положил кость на трамвайной рельсе. Проходивший трамвай сошёл с рельса, придавив слегка дядю. «Ты прям шаленой какой-то», – сказал дядя, поставив трамвай на место. «Однако пути трамвайные кладут, а?» «Но уж сейчас-то мы её раздолбаем, – точно», – крикнул племянник и ахнул острым краем кости дядю полбу. «Мозг из кости выскочил». «Дядя его поймал, выйдя, наконец, из своих раздумий, и передал племяннику. «Видал, – сказал дядя, – почесав лоб спичкой, – на совесть сделано, а?» «Будем дальше по нашему городу. Кого я вижу? Иван Александрович! Иван Александрович, не надо оглядываться, это вы! Что же вы сами себя не узнаёте? Да, 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 Иван Александрович, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас, примерьте, пожалуйста, цилиндр Хлестакова. «Сюртук, вы где работаете?» «В области спорта». «В области спорта?» «Да». «Ничего не чувствуете так?» «Чувствую». «Яких-то изменений, нет?» «Не хочется прихвастнуть?» «Не формать пиджак бы?» «Чё-нибудь преувеличить?» «Преувеличить, например, успехи нашего спорта?» «Нет?» «Вы...» «О!» «Ну, замечательно!» «Ну, замечательно!» «Иван Александрович, а не хотите вы жениться?» «Женился уже!» «А, нет, это вы там женились!» «А тут жениться!» «Непрочь!» 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 «Непрочь?» «Да!» «А!» «У нас такая Марья Антонна!» «У нас замечательная Марья Антонна!» «А!» «Да!» «Так!» «Иван Александрович!» «Слушай вас!» «Непрочь!» «Да!» «Какая сегодня странная погода, не правда ли?» «Да как сказать?» «Вот!» «Вы всё говорите эдакое!» «А я бы вас попросила, чтобы вы мне лучше написали на память в альбом какие-нибудь стишки» «Ну хорошо!» «Вы их верно много знаете!» «Вы их верно много знаете!» «Какие-нибудь эдакие!» «Хорошие!» «Хорошие?» «Да!» «Новые!» «Хорошо!» «Я постараюсь!» «Какие вы мне напишете?» «Да какие-нибудь такие уж!» «Ну такие!» «Ну скажите!» «Ну, Иван Александрович!» «Ну хорошо, вы подумайте, а я пока попрошу Иванова!» «Спасибо!» «Иван Александрович!» «О!» «Пардон, Александр Александрович!» «Пару строк на память в альбом для девушки!» «В стихах, да?» «В стихах!» «Обязательно!» «У меня есть, кстати, стихи!» «Ну, эпиграмма, не эпиграмма, мадригал, не мадригал, но я вам всё-таки напишу!» «Четыре строчки всего!» «Не классик я, но, как ни странно, и я страдаю за столом!» «Ужель та самая Татьяна теперь блондинка за углом!» «Я хочу представить вам нашу гостью!» «Это артистка Московского театра имени Ермоловой Татьяна Догилева!» «В кино Татьяна Догилева снялась в таких фильмах, как «Блондинка за углом!» «Нежданно, негаданно, из жизни Потапова, Покровские ворота, помните пловчиха!» «Ну, я хочу прежде всего поблагодарить своего партнёра, который оказался таким подвижным и талантливым!» «Спасибо большое! Вы замечательно подыграли!» «Кто кузнец женского счастья?» «Сама? Сама?» «А почему же тогда так много несчастливых кузнецов?» «Слишком много суетились у наковальни!» «Хватали, не глядя, что берут, как в гуме!» «Ах, ох, он такой, а потом, ай-ой, он такой!» «Нет, счастье не железо! Его по горячему не куют, обожжёшься! Его выждать надо, выследить, подстеречь!» «Вот, как львится на охоте! Он и очухаться не успеет, как уже в когтях!» «Главное, не ошибиться с выбором хребта!» «Фокус в том, чтобы брать сразу!» «В смысле, чтобы он тебе сразу всё дал!» «Вот как с тем лётчиком!» «Ну что вы! Я как только его увидела, я сразу решила прыгну!» «Было в нём что-то такое!» «Но когда мужчина всё время имеет дело со стратосферой, то женщина потом это всегда чувствует!» «А он даже не думал спасаться бегством!» «Он мне сам признался! Он взял меня за руку и сказал!» «Я хочу, чтобы вы знали главное! Главное — это дозаправка в воздухе!» «Я уже было совсем решила вцепиться в него изо всех сил!» «Но тут он сказал! Я увезу вас на север!» «Пока у меня там ничего нет, но там романтика!» «Мы вместе построим наше счастье и будете кататься, как сыр в масле!» «И я подумала, да! Да, это будет очень романтично!» «Кататься, как кусок сыра за полярным кругом!» «Да ещё ждать, пока он построит это счастье среди белых медведей!» «Нет! Это был явно не мой хребет!» «У меня хватило ума спрятать когти!» «И хотя он ещё что-то бормотал о любви, я уже снова сидела в засаде!» «Торопиться было некуда! В саванне ещё хватало дичи!» «Но она была мелкой! Она была мелкой для меня!» «До тех пор, пока в моей саванне не появился тот штурман!» «Ух! Это была добыча, я вам скажу! Почище того стратосферщика!» «Тот летал вдоль границ, а этот за!» «И не летал, а плавал!» «А когда мужчина так долго ходит в тропиках, то...» «Женщина потом это всегда чувствует!» «И он сам шёл мне в когти!» «Как только я вас увидел, я понял, как я люблю свой танкер!» «Со мной всё просто!» «Сказал он мне!» «Восемь месяцев я там, четыре здесь!» «Четыре месяца мои, восемь ваши!» «Но чтоб я ничего не знал!» «Он мне сказал!» «Вы будете за мной, как за каменной стеной!» «Вы будете мой якорь!» «А когда меня спишут на берег, ешьте меня со всеми потрохами, если раньше меня не съедят акулы!» «А-ха!» «У него был такой юмор!» «И я себе представила, как это будет романтично!» «Четыре месяца его, восемь сидеть!» «За каменной стеной на якорной цепи!» «И хотя он ещё мне что-то крлыкал о любви, я фыркнула и снова села в заросли!» «Я ждала и выбирала!» «Я ждала такого, который мог бы дать мне всё сразу и в больших количествах!» «Однажды, знаете, однажды прорвётся, и я почула, что вот он!» «Вот он смог бы дать мне всё и много!» «Но оказалось, что за ним уже мчались другие, чтобы решить, что дать ему с конфискацией или без!» «Я снова ждала, точила когти и выбирала!» «Надо сказать, что выбирать стало уже значительно легче!» «В саванне их осталось не так много!» «Практически их остался один!» «И я решила, пора! Пора! Надо прыгать и ковать счастье!» «Я разбежалась и прыгнула!» «Он даже не заметил!» «Я снова прыгнула! Прыгала и прыгала и прыгала!» «Вот так и прыгаю с тех пор перед ним на задних лапках!» «А вдруг уйдёт! В саванне-то больше никого!» «Монолог львица, который прочитала Татьяна Догилева, написал наш гость из Ленинграда, писатель Михаил Мишин» «Но он не только ленинградец, он ещё коренной житель нашего города» «Больше того, он член нашего общественного совета, он занимается вопросами транспорта у нас» «Автомобилист нашего города катится от смеха, в буквальном смысле этого слова» «Смех у нас является горючим вместо бензина» «Чем смешнее пишут писатели, тем дальше катится» «Поскольку эксперт по вопросам уличного движения у нас Михаил Мишин, я хочу задать ему вопрос» «Как вы думаете, как вы считаете, какие предписывающие или запрещающие знаки следовало бы ввести в нашем городе в дополнение к тем знакам, которые уже висят в любом обычном городе» «Отого предписывающие знаки» «Они должны предписывать всем быть в хорошем настроении, радоваться друг другу, веселиться, смеяться» «Но что касается нормального города, наших городов, где мы с вами живём» «У меня только всегда как-то вот эта транспортная проблема ассоциируется со словом «люк» «И я расскажу почему» «Когда вышла у меня последняя в Ленинграде книжечка, называлась она «Пауза в мажоре» «Пришло ко мне неимоверное количество читательских писем» «Два» «Значит, они мне очень помогли понять, в чём там дело, кто меня читает» «Первое письмо было от девушки» «Она писала так» «Уважаемый Михаил Анатольевич, меня зовут Юля, мне 19 лет» «Я очень люблю юмор и танцы» «Я возвращался домой как раз с танцев» «Нога у меня попала в люк» «И теперь я лежу в больнице со сломанной ногой» «Настрой у меня был плохой, но у меня хорошие друзья» «Они перенесли мне вашу книжку» «И первое слово, которое я прочитал, открыв книжку наугад, было слово «люк» «Тогда, пишет Юля, я стала читать дальше» «Потом шли хорошие слова в мой адрес теплый, значит, что ей как-то стало веселее, радостнее на душе» «Настроение поднялось, она поправляется» «Ну я обрадовался, потому что действительно, ну первый раз в жизни, так сказать, твоей работы, чисто литературной, кому-то стало физически легче» «Писал ей ответ» «Поблагодарил за теплые слова» «Пожелал аккуратнее возвращаться впредь с танцев» «Потому что ног две, люков значительно больше» «И как-то уже забыл об этом письме» «Проходит буквально 2-3 месяца» «Получаю второе письмо» «Пишет женщина, пишет так, уважаемый товарищ Мишин, сейчас не помню, правда, как имя, отчество» «Мне 43 года, я и вообще очень люблю юмор, а сейчас лежу дома со сломанной ногой» «Ну таким образом, вы понимаете, что я получил представление о составе своей аудитории» «Рассказ называется «Голос» «Тот день начался, как обычно» «Валюшин проснулся, полежал, потом сел, зевнул, встал, натянул брюки, пошел в ванную» «Побрился и направился в кухню, чтобы сказать, как обычно жене, скорее, а то я вечно из-за тебя опаздываю» «Он открыл рот, товарищи раздалось в кухне» «Работники нашего предприятия единодушно поддерживают почин, работают только без опозданий» «Звук шел из Валюшина» «Сделай потише, — сказала жена, — весь дом разбудишь» «Валюшин хотел сказать, что это не радио, но внутри что-то всколыхнулось и изо рта вылетело» «Растет радиотрансляционная сеть города, разнообразными стали передачи, ширится их тематика» «Жена поглядела на Валюшина» «Ну, — сказала она, — знаешь, если ты все это из-за моей мамы» «Молча проживав завтрак, Валюшин вышел на улицу» «Подошедший автобус вывел его из задумчивости» «Валюшин проник внутрь, где и был сжат до половины естественного объема» «Кто-то уверенно встал ему на ногу» «Валюшин попытался повернуться и сказать этому хаму пару ласковых» «Товарищ высказал из него, мы, пассажиры маршрута номер пять, испытываем чувство горячей благодарности к автобусному управлению» «В автобусе стало очень тихо» «Вырвавшись на воздух, Валюшин постоял, вытер пот и затробился на службу, решив говорить сегодня только в случае крайней необходимости» «А если будет время, после работы забежать в медпункт» «Молча он продержался до обеда, затем его вызвали к начальнику отдела» «Ну, как дела? — спросил начальник» «Валюшин насупился» «Тут такое дело, — сказал начальник, — я у тебя из группы голубью хочу забрать, не возражаешь?» «Валюшин хотел стукнуть кулаком по столу и высказать все, что он думает о начальнике, его метрах работы, и что если заберут голубева, он сорвет к чертям все сроки и вообще снимает себе ответственность» «Он стукнул по столу кулаком и услыхал свой победный голос» «Трудящиеся моей группы, как и весь отдел, испытывают чувства небывалого подъема, связанные с переводом сотрудника Голубевой» «Постой! — сказал встревоженный начальник» «Это все, конечно, правильно! Нельзя стоять на месте! — высочило из Валюшина» «Перестань поясничать! — обозлился начальник» «Иди работай» «С красными пятнами на лице Валюшин сел на свое место» «Сослуживцы подходили с какими-то вопросами, но Валюшин, сжав зубы, молчал» «Перед тем, как войти в медпункт, он написал про то, что с ним случилось на листке бумаги» «Раздевайтесь! — прочитав листок, строго предложил Валюшину девушку в белом халате» «Скажите «а!» — «а!» — осторожно сказал Валюшин «Ну вот, — сказала девушка, — бюллетень не дам, небо чистое» Валюшин разозлился «Какой дьявол небо хотел он закричать? Какой же ты к черту врач? Невиданных успехов добилась медицина! — ряхнул он вместо этого «Полностью побеждены такие болезни, как чума, брюшной тиф, сибирская язва» «Когда шедший из Валюшина голос сообщил, что прежде в горных районах Алтая вообще не было врачей, а теперь их там больше, чем в странах общего рынка» Валюшин высочил из кабинета в коридор и затем на улицу Домой в тот день он пришел поздно, долго ворочался в постели, на следующий день написал заявление и явился в милицию «Кого подозреваете? — спросил лейтенант, — со слезами на глазах» Валюшин рассказал лейтенанту о росте преступности в странах капитала «Помянул недобрым словом торговлю наркотиками, заклеймил и горный бизнес, забрал заявление и ушел» «После этого его устроили на прием к медицинскому светилу» «Светила обследовала Валюшина, изучила данные анализов, посопела и задумалась» «Ничего в медике не знаем, — подумал светил, — вот ничего я у него не нахожу, что ему сказать» И светила вздохнула и сказала «Применяемая нами методика лечения неврозов дает положительные результаты, новые препараты, электронная техника, статистика доказывает» Валюшин сидел и слушал «У нашего города много друзей в Ленинграде, и вы это прекрасно знаете» «И вот еще один наш ленинградский гость — автор песен Александр Розенбаум» «Я ленинградец и пою много о своем городе, я его хорошо знаю, родился в нем и отработал долгое время врачом на скорой помощи в Ленинграде, так что у меня с этим городом очень много связано» «Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, мне ее делить не с кем» «И зеленью аллей в пухи тополей я иду землей Невской» «Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость» «Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром» «Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить, с тобой Нева и с берегов хочу летать» «Я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран» «Хочу хоронить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать» «К домам знакомы с детства вид мечтаю снять леса, мечтаю снять леса со спаса на крови» «Но снимая фраг, детище Петра гордость не швырнет к морям» «День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень» «Хочу воспеть, я город свой, мастеровой хочу успеть» «Покуда в силе и живой хочу смотреть с разбитых пулковских высот» «Как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ» «Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, мне ее делить» «Не с кем зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской» «Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость» «Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром» А сейчас я хотел бы возвратить вас лет на 20-30 тому назад И спеть песню, которая называется «Вальс Бастон» «На ковре из желтых листьев в платьице простом» «Из подаренного ветром креп тишина» «Танцевала в подворотне осень, вальс Бастон отлетал» «Теплый день и хрипло пел саксофон» «И со всей округи люди приходили к нам» «И со всех окрестных крыш слетались птицы» «Танцовщицы золотой, захлопав крыльями» «Как давно, как давно звучала музыка там» «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон» «В котором осень нам танцует вальс Бастон» «Там листья падают вниз, пластинки крутится диск» «Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз» «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон» «В котором осень нам танцует вальс Бастон» «Опьянев от наслажденья о годах забыв» «Старый дом, давно влюбленный в свою юность» «Всеми стенами качался, окна отворив и всем тем» «Кто в нем жил, он это чудо дарил» «А когда затихли звуки в сумраке ночном» «Все имеет свой конец, свое начало» «Загрустив, всплакнула осень» «Маленьким дождем, ах, как жаль» «Этот вальс, как хорошо было в нем» «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон» «В котором осень нам танцует вальс Бастон» «В нем листья падают вниз, пластинки крутится диск» «Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз» «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон» «В котором осень нам танцует вальс Бастон» «Я ищу в зале барона Карла Иеронима фон Мюнхаузена» «Я его уже вижу» «Сидит Остап Бендер» «По левую руку от него дама» «И рядом с дамой вы, господин барон» «Прошу» «Просите, пожалуйста, чем вы занимаетесь вообще» «Вообще хирургией» «Ах, вы врач» «Вы ставите диагноз» «Прекрасно» «Если я заболею, обращусь к вам» «Барон, потому что я по правдивости после вас второй» «Сейчас посмотрим» «Ну, по-моему, прекрасно» «По-моему, прекрасно» «В нашем городе живут профессиональные юмористы и любители» «Точнее, не любители, а люди, которые неправильно выбрали себе профессию» «Они работают строителями, бухгалтерами, шоферами, кладовщиками, продавцами» «Но радуют они нас не своей работой, а тогда, когда берутся за перо» «Пишут они произведения в самых разных жанрах» «Объяснительные записки, заявления, объявления, отчеты о командировках» «И все эти документы, имеющие исключительную юмористическую ценность, хранятся в нашем городском архиве» «Которым заведует главный архивариус, журналист, сотрудник журнала «Крокодил» Николай Монахов» «Объявление» «Сегодня в нашем клубе состоится лекция о творчестве Сурикова» «Разбор картины «Бояре на морозе»» «Из жалобы в редакцию одной газеты» «Управление пассажирского транспорта делает меня своими ответами полным идиотом» «Которым я не являюсь, так как возглавляю крупные предприятия на общественных началах» «Объявление столовой» «Уважаемые покупатели, у нас самообслуживание» «Покушал – убирайся сам» «Из сводки погоды в газете» «Ураган, назначенный на 19 и 20 декабря, отменяется» «Акт составлен в том, что на птицеферме колхоза похищено неизвестным зверьком 14 цыплят» «И подавлено комиссией при подсчете 17 цыплят» «Объявление» «Уважаемые туристы, у кого остались талоны от обеда, можете их съесть на ужин» «Запись в дневнике школьника» «Весь урок жевал ухо соседа» «Из выступлений на родительском собрании» «Я приму к сыну самые строгие меры, вплоть до высшей меры наказания» «Ремнем» «Из книги отзывов в поликлинике» «Врач он средний, а человек обаятельный, никого не перебивает, умеет слушать, не торопится» «А какие мне нужны лекарства, я сама знаю» «Объявление стюардессы» «Пассажиры, курящие во время полета, будут аннулированы из салона самолета» «Из жалобы в нашей парикмахерской недодушивают посетителей» «Из решения правкома» «Слушали заявление товарища Титовой о выдаче ей безвозвратной суммы в размере 10 рублей» «Постановили, ввиду отсутствия денег в кассе, объявить товарищу Титовой благодарность» «Из беседы с медицинской сестрой» «Вы, товарищ, пройдите в 45-й кабинет, там вам вмажут как следует, а потом придёте к нам за больничным листом» «Объявление! Продаются четыре гусыни и гусак, все несутся» «Лауреат всесоюзных и международных джазовых конкурсов Алексей Кузнецов «Импровизации вокруг гитары» «Коли Carl» «Лауреат всесоюзных и международных джазовых конкурсов» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так, вот так, пожалуйста Очень хорошо Некоторая печаль, грусть Никогда не были противопоказаны юмору Наоборот, это прекрасно Смех сквозь слезы делает человека прекрасным Что касается меня, то я очень грущу, когда смотрю в ночное небо Вижу мириады звезд И думаю о собрате по юмору Который живет где-то там На далекой и, может быть, мрачной планете Я воображаю, что когда-нибудь братья по разуму Прилетят к нам, к братьям по юмору И мы устроим такой фестиваль космического смеха Что содрогнутся соседние галактики И даже черные дыры просветляют Нет, что-то мне изменяет чувство реальности Надо быть скромнее А то какие-то маниловские идеи Переходящие в наполеоновские планы Тут ведь тоже стоит только начать Поэтому давайте будем скромнее и ироничнее Постараемся, прежде всего, усовершенствовать самих себя И тут я хочу дать слово писателю Михаилу Жванецкому У него сегодня приемный день Для гостей города юмора Вернее, приемный несколько минут Пока он будет читать первый монолог Вы можете прислать ему несколько записок С вопросами Михаил Михайлович на них ответит Вам слово Михаил Жванецкий Поздравим себя Все меньше удовольствия хаму Все уже поле его деятельности Наша берет В чем был его кайф Изрыгнуть внезапно, чтобы у всех отвисла челюсть И попадали руки Чтоб посинели лица в безумных поисках ответа Было такое в пору пребывания в толпе Мягких, воспитанных дам с... Юристов с... Но, слава богу, эти времена прошли Теперь хам получает повсеместный ежедневный отпор Бледнеть некому-с... Хрупкая скрипачка в автобусе Оборачивается и врезает между ртом и глазом Матросу-сантехнику Так что тот на глазах корежится, жухнет и сваливает в сугроб Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида Так шарахнули В ответ на короткое слово, сопровождающее предложение Отойти Что, не дослушав полностью ответ девочек И получив портфель с коньками по голове Мужчина сошел через закрытую дверь Поздравим себя Публика перестала распадаться на выступающих и слушателей Едины все участники дорожного движения Наличие в руках Фагота или Ромена Ролана Не дает хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек Усильные занятия каратэ и знания нецензурного языка без словаря Установили этот час всеобщего трамвайного равенства Поздравим себя АПЛОДИСМЕНТЫ Так, почему не смешно, когда я читаю ваши произведения? Почему мне не смешно, когда я читаю ваше произведение? Ну, потому что юмор всегда покрывает грусть Как вот плесень покрывает сырость АПЛОДИСМЕНТЫ Бытовало когда-то такое выражение, что надо бороться с плесенью Я все время думал, а кто же будет бороться с сыростью? АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, юмор это отдельная область литературы? Вопрос действительно интересный Все время у нас как-то в журналах и в газетах его пытаются в какую-то резервацию Вот такие странички, так, стыдливо в сторону Конечно, не отдельно Просто каждый писатель, каждый пишущий, писатель или нет, это не важно Должен иметь чувство юмора, как и каждый сидящий, каждый слушающий Каждый собирающийся где-то дома, в компании Чувство юмора главное, но это не отдельная область Это все вместе, как наша жизнь Очень большие трудности у киношников, самые большие, жуткие трудности у киношников, прямо не знаешь Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало Фраг народ носить разучился Хамство и грубость в Старой Сибири как раз получается ничего А образованность в Петербурге не идет пока Аристократизм в Петербурге пока не идет Если герой просто сидит, еще ничего А как рот откроет, так пока не идет Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности Чувствуется, что ему рассказывали Может требовали, ругали, по больничному не платили Чтоб сыграл он чувство этого достоинства И он сам, видимо, хочет, и голову подымает, и на цыпочки, но еще не знает как Женская гордость, так что безнутри Тоже пока не доносит, вздрагивает, косится куда-то Как-то ничего хорошего не ждет, это еще чувствуется Граф английский тоже неловко боком, все боится войти к себе в замок Ну если пиджак от шеи на четверть метра отстает И шейка как пестик в колоколе Как же ты аристократизм покажешь Если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать Или руку королевы целовать, или панталоны держать И руку пока еще у нее тоже надо искать Она ж тоже пожать норовит Трудно идет любовь Не сам факт А постепенная такая Со взглядами Еда не дается пока Вот не само глотание, а еда как трапеза Старух на консилиум приглашали Но и они подрастеряли искусство еды Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку Это реквизит И старики подзабыли ходьбу такую Чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина Или весь вражеский штаб в мундирах не по размеру А диктор говорит, что вся Европа на них работает Но это все внешне, конечно И раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит А внутренне плохо идут споры, даже литературные Все как-то придержатся одного мнения И ради бога не хотят другого Ради бога Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине Пока смешно выглядит И вообще обращение женщины Все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения Их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги Консультант один лет 82 уже замотался Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент Извольте, позвольте, только после вас Я был бы последним подонком, мадам Если бы оставил вас в соответствующем положении Не идет фраза Позвольте, я возьму на себя Или вам ведь трудно Разрешите я А уж фраза Я вами руководил Я отвечу за все Прямо колом в горле стоит А такая, мне недорого мое место Дорого наше дело Получается, только по частям Пока сложно стало играть Иродирного мыслящего человека И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается Такой перекос лица еще не убеждает Сохранились костюмы и обувь Но когда мы над старинной университетской одеждой Видим лицо и всю голову носильщика Современного киевского вокзала Что-то мешает нам поверить в эту латынь Ну а там омары Пиво в банках Крики я разорен Или мне в Париж по делу срочно Хоть и по-русски они исполнители Ни аудитория этого языка пока не понимают Но с уходом стариков со сцены и зала Равновесие между экраном и зрителем Постепенно восстанавливается Я всю жизнь воюю с женщинами Но эти мерзавки так уклончивы Что чаще хлещешь по месту, где она только что была А это уже борьба с государственными учреждениями Когда уходите вы Звоните, пишите, встречайте Когда уходят от вас Признайте свое поражение Исчезните Ничто вам не поможет Я люблю вас, от которых ушли Ваши почерневшие лица Боль, которую вы носите всюду Ваше смешное открытие Что любовь помещается не в голове А чуть выше сердца Там болит и болит Что же там такое чуть выше сердца Что там болит Душа Значит уходит оттуда Я люблю ваши смешные и одинаковые разговоры Ваш растерянный вид Ваш воспаленный взгляд Конечно, время лечит Но когда вы вылечитесь Оно уйдет от вас тоже В завершении своего выступления То, что я хотел сказать Что такое писательский ум Не договаривать половины фраз Что такое писательское счастье Немножко написать И ждать, ждать, ждать Что такое писательский ребенок Тот, кто о любви к себе Узнает из произведения отца Что такое писательская жена Женщина, которая сидит дома И с отвращением видит в мужа человека Что такое писательская квартира Место, где у него нет угла Что такое писатель в семье Квартирант Под девизом Ты все равно в целом не сидишь Постирал бы что-нибудь Что такое писательская жизнь Ни одной мысли вслух Что такое писательская смерть Выход в свет Должен сказать, что мне очень трудно Найти работу в городе юмора У нас живут только пародисты А на кого писать пародии Но, к счастью, у нас еще много городов В которых живут настоящие Серьезные поэты Лирики и эпики И они меня без работы не оставляют Поэт Валерий Иванов Мой однофамилец Я его не знаю Мне его книга попала в руки Она выпущена Книга выпущена Омским книжным издательством Видимо, сам поэт оттуда До сели мы не встречались Так сказать, творчески Валерий Иванов Сделал одно интересное наблюдение Из области классической литературы Он написал Блок мучил Менделееву А Пушкин керн извел Зачем тебя жалею я Оформенный осел Пародия Называется она Путь в классике Бессмертной славы Жаждая Немыслия умирать Задумался однажды я Как в классике сыграть Я женщинам сочувствую Я даже их люблю И этим самым чувствую Бессмертие гублю И вот я туча тучию Который год хожу Всех женщин страшно мучаю В бессмертие вхожу Политику жестокую Отныне провожу И к Пушкину И к Блоку я Все ближе подхожу Страданиями увенчаны А мы в слезами грудь Меня проводят женщины В последний вечный путь И на табличке медненькой Напишет женский пол Спокойно спи наш бедненький Наш форменный осел Может ли современный художник Использовать Использовать Классический художественный образ Может Если это художественно оправдано А если нет Московский поэт Вадим Рабинович Написал Лирическое стихотворение Герой стихотворения Встретился С одной Юной прекрасной особой Кривонос и косорыл Удивился и смутился Серафимный шестикрыл В юном облике явился Пародия называется Рок пророка Я хоть музой и любим Только как не ковырялся Шестикрылый Серафим Мне ни разу не являлся Вместо этого уныл Словно он с луны свалился Серафимный шестикрыл На распутье мне явился Нус свое начал речь Чем желаете заняться Вот хочу Жаголом глечь Так я начал Изъясняться Сочиняю для людей Пред людьми Предстал не голым Так сказать Люца сердей Собираюсь Глечь Жаголом Шестикрыл главой Паник И махнув крылом Как сокол Вырвал Язный мой Гришик Чтобы Пушкина Не трогал Прошу наших героев Подняться на сцену Оооо Какая компания Где еще Где еще увидишь Таких людей Вместе Вместе А как вы относитесь К Хадже На середину Скажу Следующую встречу Что? Следующую встречу Скажу Он скажет об этом На следующей встрече Большой хитрец Мне очень нравится Юмор Швейка Он очень добрый Я думаю Что в этом Его есть определенная прелесть Прекрасно Спасибо Так Мой Мой верный Оруженосец Подожду Высказывание Господина Правильно Воспитан Как вы относитесь К своему герою? Я отношусь положительно К своему герою Дело в том Что я имею Преимущество Перед всеми Персонажами Кроме Костюма этого Я приобрел еще и жену Прекрасную Марию Антоновну Да Да Зять Зять городничего Может остепениться Быть бароном В такой компании Уже хорошо Спасибо Ну и самый честный Человек Остап Бендер Я отвечу двумя словами Люблю и ненавижу От любви до ненависти Один шаг Ну что ж Все прекрасно Я благодарю вас Ну и памятная фотография Итоги конкурса Вот ателье Вот ателье В зале Если я тебе не пара Если я не хороша Так какую ж тебе надо Окаянная душа Опять в стихах Убери мелок газету Убери мелокий романс Под записка Автор которой Победитель Видно он не меломан Заведу с другим Роман Левая сторона Десятый ряд Двенадцатое место Приятно видеть Островную девушку Здравствуйте Представьте пожалуйста Чем вы занимаетесь Трескунова Лена Кто? Трескунова Лена Инженер-экономист Очень приятно Поздравляю вас Спасибо Вот и кончилось Наше знакомство С городом юмора Многие могут спросить А где он находится Каковы его Географические координаты Дело в том Что точного адреса У нашего города нет А координаты его Изменчивы и неуловимы Но побывать В этом городе должен Хоть один раз в жизни Хоть ненадолго Каждый человек Надо походить По его улицам Поглядеть на его Обитателей Быть может Среди них Он узнает Своих знакомых Или друзей А может быть На каком-то перекрестке Столкнется с самим собой Таким Каким видят его другие А ведь человеку Так важно Так действительно важно Посмотреть на себя Со стороны И самокритично Улыбнуться Наше путешествие Наша передача Подошла к концу До свидания Всего доброго До новых встреч АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова